Ну что, Райдер Суффлайдер снова в действии! Вот он прицеп мечты для поездки с техникой в далекие и недалекие места Долго собирался я долго аккумулировал силы и возможности и сейчас вот решился на такое чудо Хочу пару слов о нем сказать что сделано, что поменено Год назад вот такой проект приобрел это МЗСА 3.5 на 1.5 ну если там быть точным 3.445 на 1.51 внутренние размеры лично видел как два горных снегохода вальтом в него засовывают собирались ехать на севера в Кандалакшу и купил этот прицеп понравился внешний вид раптор, черная крышка ну прям смотрится отлично и не сталкер по цене то есть ну там 179 тысяч ну там еще без допников скажем так базового стоимость но уже при этом при всем там и диодная оптика и все на нем было вот на нем я поменял вот эти вот защелки ручку сюда поставил вот такие же поставил защелки как и здесь стоят вот эти вот вот эти тоже поменял вот потому что ну это все конечно вчерашний день и сделал прицеп такой называемый вот такие же фонари стояли у меня вот сделал такой прицеп мечты и мое разочарование было когда два горных снегохода Polaris и РМК в него просто вальтом не влезли и чтобы их туда засунуть с крышкой нам пришлось нам пришлось снимать лыжи с обоих снегоходов и даже передние бампера то есть бились за сантиметры просто за сантиметры вот ну это как бы было полбеды ну как бы не полбеды но это было очень серьезно я понимал что такой серьезный разбор это очень неудобно было засовывать технику в прицеп вытаскивать то есть никаких быстрых покатушек на двух снегоходах куда-то доехать было просто невозможно и я понимал что ну блин проект дал немножко в общем слабину и товарищ взял у меня поехали в Архиз кататься и у него по дороге в Архиз на трассе вот тут есть стремянка которая держит как-то рессоры мост в общем эти стремянки разболтались и колесо просто ушло и разбило борт и просто вот такая неприятная ситуация он по дороге размотал размотался прицеп ну хорошо ничего сильно он успел затормозить и просто стяжками замотал потом и доехал до Архиза ну или там до сервиса там ему помогли сделали это но опять же впечатления от поездки немножко испорчены борт был окорябан под крылок сломан ну в общем неприятно неприятная такая ситуация хотя перегруза не было это была все лишь вторая поездка нового прицепа и вот так два горных снегохода весит 500 там ну может быть 500 там 50 килограмм вместе все что у нас было то есть ну ничего критичного там не было ни 700 ни 800 килограмм а все прекрасно знают что в 3,5 на 1,5 500 килограмм везет ну везет беспроблемно опять же до Кандалакши мы доехали до Кировска то есть пробег у прицепа был около 4000 километров и вот на второй поездке такое случилось вот к сожалению ну может быть там еще немножко я наверное поездил там 4,2 200 4,500 ну не важно ну то есть там не 20 тысяч пробега не 30 не 100 там вот то есть небольшой пробег и тогда уже закрался у меня в голове план что нужно что-то с этим делать да и как-то быть вот у знакомого ССТ прицеп рессоры распрямились на 500 килограммах он их усилял и тогда уже я понял что прицеп нужен больше и с большей грузоподъемностью и я обратил внимание на 181 прицеп тоже на 3,5 но на 181 на нем уже идут 7-слойные рессоры а не 4 как на 3,5 на 1,5 и на нем уже идут так называемые площадки площадки и болты и на нем уже идет ось на тонну 300 и колеса С С грузоподъемность ну в общем я так понимаю более грузоподъемные о в новом колесе гвоздь или не гвоздь насколько это страшно вроде не страшно обошлось вот не стал я из него делать раптор хотя предлагали чтобы сделать из него вот такой же раптор это примерно еще 30 тысяч покраска кузова там по-моему 9 тысяч покраска крышки литые диски ну сэкономил в общем сэкономил тысяч там сколько там 50, 60, 70 что-то такое вот но сделал все как и на этом же проекте то есть я поменял поставил диодные фонари задние я изменил вот эти защелки борта они идут даже вот на таком прицепе они идут вот как сзади и вот эти вот защелка крышки стоит здесь простая она сгнила к сожалению заржавела через полгода реально стала ржавой ее меняли здесь я просил поставить ее не самую бюджетную то есть были поменены вот эти защелки фонари диодные вот эти диодные фонари опоры колеса запасного запасное колесо передние замки тоже были также заменены как и на том прицепе я их тоже поменял потому что в штате идут вот такие не знаю сколько замкам лет но и до сих пор их ставят самый популярный завод по прицепам это конечно просто безобразие когда по-моему на конкурентах стоят в штате уже такие же замки вот они стоят вот крайне удобные вот опять же они сказали что это и поставить не получится потому что идет вот такая усиленная штука ну я сказал что я очень хочу ну в общем они как-то придумали что-то тут сделали думаю это вообще можно будет убрать и пользуются только вот этими двумя вот ну что ручка опорное колесо у знакомого мягкая поставил себе мягкое опорное колесо и он сказал что это просто фантастика то есть толпы толстая пухленькое колесо и он сказал что на нем катать намного прямо намного удобнее ну так же я поставил установил ну что еще сказать вот они основные преимущества данного прицепа внутри не стал делать никакие направляющие ни для лыж ни циклевки очень все это очень небюджетно сразу получается очень дорого просто сделал 4 вот таких рынгайки по-моему она называется к ним действительно удобно стяжками затягивать я не понимаю как вот этого не может идти с завода вот как-то так и получился вот такой вот прицеп мечты в который по моим надеждам будет вязать два горных снегохода вальтом без разбора без снятия там лыжи всего вот этого всего-всего остального ну а практика посмотрит и покажет так это или не так ну один еще из моментов был опять же чтобы почему сразу не двухметровой ширины ну конечно же конечно же наша аэродинамика чтобы было не так тяжело ехать по трассе машина шкода кодиак далеко не самая широкая из кроссоверов средний какой-то кроссовер да и вот сейчас мы посмотрим вот этот прицеп 151 прям чутко был по ширине ну здесь конечно же мы видим прицеп немножко шире сейчас посмотрим насколько я ездил с двухметровым прицепом и конечно же двухметровый прям явно сильно шире это ощущается и прям тяжело хотя ездил я и с тентом и без тента вот двухметровый прям сильно широко сильно шире машины но этот прицеп вот шире настолько ну на мой взгляд не критично да шире но не критично выпирают колеса ну конечно же крышка сверху вот по линии машины мы смотрим ну что ж посмотрим что будет в эксплуатацию в мире панели